Внимание всем моим подписчикам, всем ютубовцам, кто меня знает. Вот я хочу вам показать автомобиль. Вот автор. Да, это автор. Молодой парень, очень энергичный, очень-очень пытливый ум такой. Посмотрите, что он натворил своим автомобилем, вот своим двигателем. Смотрите сюда внимательно. Я в этом деле очень мало понимаю. У него, значит, приезжал, делал, постоянно у нас ремонтировал карбюратор, потом ему карбюратор совсем надоел, и он его сделал инжекторным, этот двигатель. Значит, Степан, давай я у тебя сам рассказываю, что ты делал с двигателем. Или показывай, ходишь там, рассказывай и показывай, иди. Ну, изначально я хотел получить более мощный двигатель, так как он был, ну, не ехал, так сказать. Ну, начал с одного и постепенно переходил по другому. Изначально стоял карбюратор. Ну, казалось, карбюратор – это вещь. Вроде там, всё хорошо, и можно починить. Ну, на самом деле, геморроя больше от него, от карбюратора, нежели от инжектора. Постепенно, делая двигатель, я пришёл... Где, иди, показывай, показывай. К этому уровню спорт, то есть, применён четырёхдроссельный впуск, раздельный для каждого цилиндра. Вот у него здесь, смотрите. Без фильтра, правда, ездит, но... Ну, это временно. Говорит, что временным. Вон, рампа, пожалуйста, у него стоит. Вот. Ну, так всё, в общем, красиво. Что с двигателями? Рассказывай, рассказывай. Все детали были облегчены, отбалансированы дополнительно, помимо заводской балансировки. Следующий этап был – расточка блока 213 до экстремального размера, как считают некоторые, 84 мм. Но всё ездит, всё работает. Главное – соблюдать тепловой режим и при расточке выбрать правильный тепловой зазор. Далее, головка была доработана, и более того, даже были заменены клапана на увеличенные, так как пропускной способности классической головки не хватает. Так мы подняли наполнение цилиндров, и более того, ещё применён был горбатый вал. В народе называемый. Да, да, да. Здесь установлен распредвал УКБ двигатель М48, фаза на впуске 330, выпуск 320, подъём 11,5 мм на впуске и на выпуске, перекрытие 5 мм при верхней мёртвой точке. В данный момент прошита примерная программа для среднестатистического такого мотора в уровне, то есть с четырёхдроссельным впуском и прочими доработками. На днях будет, надеюсь, я скоро поеду в Тольятти, где будет окончательно откалиброван он под мой мотор, и мотор начнёт выдавать всё, что им полагается. Молодец, молодец, молодец. Вот, ребята, мне сразу же говорю, меня ничего не спрашивайте, я в этом деле ничего не волоку. Вот, вам человек рассказал, показал, интересная очень вещь, иди заведи его. И холостые-то устойчивые для такой переделки. Обычно они не работают, как карбюраторные. Трёх тысяч оборотов начинают работать только. Хотелось бы отметить то, что с таким валом пропускается прям ездить, как на стандартном двигателе. То есть тень с самых низов и бесконечности. Да, молодец, молодец. Вот, посмотрите на этого чудо-мастера. Молодой парень. Вот, кумарик он по переделкам. Молодец, Степан, молодец. Отсечка стоит 4,5 тысячи, но, как видите, там достигает сзади переход просто. Вот так вот. Отсекает 4,5 тысячи? Да. А ухо всё равно. Дальше не даёт. А, дальше не даёт? Собирать. Собязательно обкатыш. Ну, понятно, понятно. Отлично. Все вопросы к нему, пожалуйста, с этими делами. Если что, я буду у него брать какие-нибудь отзывы, если вы будете спрашивать. Все вопросы к нему. Сказал, что машина 75-го года? Нет, не сказал. Вот обычная двойка. 75-го года автомобиль. Молодец, Степан, молодец, дорогой. Все, вырубай. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!